ЦСКА Баскет Шоу Я не скажу, что мы проводили вечера, потому что в принципе наша тактика, как в предыдущих лет, если вы вспомните, у нас все время был такой игрок на позиции второго номера, креативный, как Декало, Хиггинс. В этом плане не было никаких дополнительных задумок. Наша тактика уже подразумевала для Алексея определенную роль. Под его качеством, как все знают, что снайпер креативный игрок, который может создавать для других, поэтому тут не было большой проблемы. Кеннет Фарид пришел в команду. Что он добавляет к команде в плане его характеристик, состава? Я думаю, сейчас немного преждевременно говорить. Опять же, естественно, все знают знаменитый игрок много сезонов NBA. Много примеров было, когда люди, которые приезжают и сталкиваются впервые, первый год, первый опыт игры в Европе. Здесь немножко все по-другому. Поэтому мы смотрим, где он может. Плюс надо учесть, что у него, естественно, акклиматизация. Он сейчас путает день-ночь. Не так просто для него самого. Поэтому, я думаю, немного преждевременно говорить. Мы, естественно, ожидаем, в первую очередь, хорошей защиты. В первую очередь, игры на подборе. Опять же, у нас есть игроки, которые могут для него создавать моменты. Мы знаем, прыгучий игрок, который любит алиупы, броски сверху. То есть, как бы, этого мы ожидаем. Что будет в итоге, давайте возьмем чуть-чуть время. То есть, ожидайте, что он постоянно должен быть в хайлайтерах. Как ВТБ, так и Евролиге. Мы надеемся. Как ЦСКА сейчас готовится с учетом травм? Да, то есть, у нас действительно стало... Есть парит, но при этом немного же потеряли мощи под кольцом. Шангеля, Мелутинов. Насколько готов нынешний ЦСКА в сегодняшнем состоянии к тому, чтобы играть на полную катушку? Я думаю, что относительно сегодняшнего состояния, с учетом всех травм. Естественно, мы готовимся. Нам помогают молодые игроки из второй команды. Евсеев, Умрихин. Но относительно того, что мы имеем, мы готовы хорошо. Естественно, что игроки, на которых выпадает большая часть нагрузки, как Клайберн, Войтманн, они, естественно, находятся под нагрузкой. И ожидаемо, что они устают именно за счет того, что эта нагрузка накапливается от игре к игре. Поэтому мы стараемся все эти факторы учитывать. Но все, что касается подготовки, даже несмотря на то, что у нас нет трех игроков, а нетравмированная подготовка от этого не страдает. И у нас в гостях внукратная олимпийская чемпионка София Лоханова. Она же Познякова. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады видеть нас у вас в студии. А какой вид спорта вам вообще сейчас нравится? Есть же какой-то хобби? Теннис, тот же баскетбол, возможно, сострой, не знаю, футбол, что угодно. Смотрю футбол, с мужем смотрим футбол. Пока олимпиада шла, смотрели волейбол, баскетбол, на хоккей ходим. Ну, то есть я такой, как можно сказать, если в музыке есть меломан, я, наверное, мелоспортсмен, наверное, так, да. Очень нравится. Чем отличаются тренировки или в чем они схожи? То есть когда вы там сестрой же, возможно, вместе тренируете, сделаете одни и те же упражнения или совсем разные? Есть какие-то схожие моменты, например, упражнения на выносливость, на ритм, это лесенка, там. Аня мне часто говорит, что они бегают по площадке, то есть это какие-то упражнения по линиям выполняются, в парах упражнения. Довольно-таки все похоже, потому что общая физическая подготовка, она, правда, на скорость, на реакцию, на выносливость. Поэтому, ну, как, наверное, в любом спорте плюс-минус все совпадает. Прямо сейчас на экраны выведем вам фотографии. И у вас очень простая задача сказать, это болельщик ЦСКА или нет. Александр Петров, болельщик ЦСКА или нет? Я его видела на футбольном матче «Спартак». Может быть, он болеет за «Спартак» больше, чем на «ССКА». Не знаю. Ну, я абсолютно прав. Александр Петров, ярый болельщик футбольного клуба «Спартак». Дмитрий Певцов. Пусть будет тоже. Думаете, что тоже? Нет. Да, он болеет за «ССКА». Пелагея видела на матче с Тервино, здесь за «ССКА». Да, Пелагея была в гостях у нас в студии. Браво, она болельщица ЦСКА. ЦСКА вперед. ЦСКА всегда будет первым. ЦСКА всегда будет первым. У нас в гостях была Софья Познякова. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли. Все мы знаем, что «Дота 2» сейчас невероятно популярна, ведь наша команда выиграла «Интернешнл». Парни выиграли 18 миллионов долларов. И в гостях сейчас человек, который выиграл самый первый «Интернешнл». Дмитрий «Лайт оф Хевен». Габриянов. Добро пожаловать к нам в студию. «In Spirit» никто не ожидал, что они выиграют на главном турнире. Да, даже вы. Ну, вообще, я бы сказал, большинство, кто ставил на победителя. В большинстве случаев там стояли «Secret» и «LGD» кто угодно. Он только «Интернешнл». Поначалу все говорили о том, что киберспортсмены... О, у нас еще гусь в студии. Просто конь. Хорошие игры. Есть мнение, что киберспортсмены не поддерживают физическую форму. Но сейчас ситуация изменилась, и за этим стали следить. Это правда? Большинство. Есть люди, которые действительно считают, что нужно обязательно как бы отдавать себя всего киберспорту, не следить за своим телом, не следить за своим мышцами и так далее, так далее, так далее. Но уже сейчас киберспорт приходят спортсмены, бывшие профессиональные из реального спорта, и они все говорят, что физическую форму необходимо держать. Вот у нас, допустим, например, хорошее – это «Lazer». Это бывший баскетболист, который стал спортивным директором команды «Airbus Strong». В баскетболе красивые моменты – это танки, блокшоты, ассисты, переклады. Что самое красивое в «DOT»? «Rampage». Это самое красивое. Расскажите на русском языке для тех, кто не разбирается. Это когда один игрок, условно говоря, смог просто разом взять и завалить пятерых по-разному. Безусловно, не один, безусловно, с поддержкой команды, но самое главное, чтобы финальный удар наносил именно он. Вот роль этого тренера-менеджера в «DOT» и в баскетболе. То есть в баскетболе, опять же, мы понимаем эту роль, а какая она в «DOT»? Мы только осваиваем эту нишу, и пока четкие критерии по том, каким надо быть тренером, и просто нет. То есть одним нужен тренер, чтобы он просто заряжал эмоционально игроков, потому что они уже там по стратегии, по тактике, им все хорошо, физическая форма у них отлично, им нужен хороший эмоциональный заряд. У других наоборот, у них с эмоциональным зарядом полный порядок, им нужен человек, который поможет ему понять, как, допустим, лучше выбирать героев, как лучше двигаться по карте, и как правильно приметь решение. Есть тренер, который просто в своем присутствует, он стоит, и всем хорошо, всем приятно, всем веселым. Ну, может быть такой, да, есть человек, который просто… То есть парень должен обращаться на ауру, да? Да, есть человек, который просто умеет расслаблять ребят, потому что, допустим, вот игроки суперсильные, супер жесткие, но вот они расстраиваются после игр, бывают и такие случаи. И вот у нас пока так получилось, что конкретного четкого регламента о том, каким нужно быть тренером, нет, в принципе, каждый вот он на своей волне как-то дополняет ту или иную команду. У нас в гостях был Дмитрий, Light of Heaven, Куприянов, большое спасибо за эфир, CSKA Basket Show, до встречи, пока-пока!